Сочи-автодром известен как трасса Формулы-1, но помимо Гран-при России, здесь проводятся и другие соревнования и мероприятия, в том числе для туристов. В начале курортного сезона автодром представил свои гоночные и экскурсионные программы. Каждый день происходят какие-то мероприятия, события, экскурсии. Мы принимаем всех гостей сюда с раскрытыми объятиями и открытыми дверями с 10 утра до 18 часов. Гоночное такси, мастер-классы, корпоративные мероприятия, дни рождения у нас отмечают. Много событий. Автодром располагает широким парком автомобилей. От Порше и Ламборгини до топовой линейки Мерседесов. На гоночном такси Мерседес АМГ уже успела прокатиться чемпионка мира по сноуборду Алена Заварзина. Первый отрезок у меня прям дух захватило и в глазах начало все так дрожать. А потом я привыкла и уже стало просто так азартно. Потому что я уже каталась по трассе Формулы-1, но сегодня мне понравилось прям больше всего. Вообще круто. Мне кажется, мне пошло быть гонщицей. Вместе с Аленой на трассу приехал ее муж, выступающий за Россию американец Вик Уайлд. Это очень здорово. Прокатиться на такой скорости по настоящей гоночной трассе. Чета сноубордистов прокатилась по трассе на лонгбордах. Это завершение чемпионского челленджа, который проходил всю весну. Ранее Алена Заварзина получила вызов на челлендж от капитана футбольного клуба Сочи Евгения Писегова. Супруги посоревновались друг с другом параллельно с лалами между установленными на трассе конусами. На следующий день сноубордисты приняли участие в триатлоне, часть которого в формате велогонки также проходила на Сочи автодроме. А вместе с Заварзиной и Уайлдом в триатлоне приняли участие около 2000 человек из 20 стран.